Девушки отдыхают 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 за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Огно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд, я отвожу на них. День вечереет, небо опустело. Голл молотилки слышен на губне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. Субтитры подогнал «Симон» Симон. 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 писателями Нобелевской премии. В последнее время изменились отношения между православной церковью и государством, расширились возможности и взаимного сотрудничества, вновь возобновились связи между светскими и духовными учебными заведениями. Именно поэтому очень важно правильно подойти к пониманию традиционной русской культуры в свете христианизации. Процесс движения церкви и интеллигенции, происходивший еще в конце 19 века, но насильственно прерванный Октябрьской революцией, имел свое продолжение внецы истинно русских граждан России, оставшихся до конца приятными старой родине, хотя и покинувши ее. Писатели-иммигранты первой волны к Киев-Числу безусловно следует отнести масштабную фигуру в русской литературе 20 века ларианта Нобелевской премии Ивана Алексеевича Гунинг. Тема конференции Ивана Алексеевича Гунинг и мировая культура объектом осмысления, который становится духовные истоки гунинского творчества, обладает бесспорной актуальностью не только для литературе Веда, но и для всех православных, помнящих о великой миссии России. Перестали помнить русские люди, что такое Русь, возмещает всенародный российский пастух, святой правильный отец Иоанн Каштанский. Она есть подножие престола Господа. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Творчество Ивана Алексеевича Гунина современно освещало текущая критика, выявляя многообразный спектр оценок и интерпретраций и отражает непосредственный общественный опыт на художественную новизну и идейную взлободневность публикумных произведений. Изучение духовной основы произведения Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича Гунина не такой уже не часто не видит, а потому эта часть творчества на стиле великого писателя в своей целостности до сих пор имеет значение для всех нас, русских граждан, сынов своей страны. Структура направления работы конференции адекватно отражает ее замысл. Работа конференции представлена в пяти основных элементах, что удачно позволяет осмыслить творчество выдающегося писателя, патриотного как контекст русской истории, литературы и культуры 19-20-х века, так и русской философской мысли. Беспоминно нельзя было оставить без внимания и вопросы литературного образования в условиях современного реформирования. Хочется выразить надежду, что научное общение народа даст подокровенные раски для дальнейших совместных деятельностей. Истинно желаю Божьей помощи всем собравшимся во вашей нелегкой работе по пути гражданского волга и творческого созидания. С уважением, протерей серии, будем высказывать храм Божьей помощи. Уважаемые участники конференции, достаточные гости, дорогие друзья. Одним из решающих условий стремительного развития современной Белгородчины, где святочку традиции и активно создает новое, является обращение в опыту предков, освоение наследия выдающихся соотечественников, среди которых Иван Алексеевич Будин занимает особое место как писатель огромного таланта, слова Григория Бакланова. Явление редчайшее, слова Сергея Воронина. Один из последних лучей какого-то чудного русского дня, Григорий Адамович. Для тех, кто живет в Центральном Черноземье, Иван Гунин является не только неподражаемым классиком русской литературы, без которого, по словам Горького, она лишилась бы радужного блеска и звездного сияния его одинокой, страннической души, но и дорогим и близким земляком, с исключительным достоинством, прошедшим путь изгнанника и сохранившим в памяти своих книгах, свою Россию, ее духовное начало, свой великий, ловившийся от всякого скраба дом, населенный огромным во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенным трудами многих и многих поколений, освященным богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Пришедшие из благодатных заповедных метров середивной исконной пусть России, с истоков в ней питавших многократные устои и устои варянской нижней культуры и постигшие космос народной природы, отраженные в традиции простонародной крестьянской культуре, будет навсегда ровно-дуполно связан с родиной землей, с ее беспредельным простором, старыми дорогами, звонкими песнями, с барскими усадьбами и буринными избами, с трассным солнцем и вольным ветром, с родным высоким небом и сказочным богатством, со снегом и явными садами, с солнечными дождями и таинственными суходлобами. Возведшие стилистическое совершенство в абсолют, с предельно возможной точностью рассказывающих об очаровании жизни, о величии России и ее исходе, об ужасе и ожидании смерти, одинокий везде и всегда, Иван Гунин воспринял врученную ему 80 лет назад первому из русских писателей Нобелевскую премию как высшее увенчание писательского труда, как поддержку той странной России, рассеянной по всему свету, униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, как событие поистине национальное. В 2012 году исполняется 60 лет со дня кончины Ивана Гунина. За это время интерес трагической судьбе Гунина к его литературному наследию не только неся, но напротив усилился. Ширится круг его почитателей, усилиями которых создаются книги-описатели, музейные экспозиции, общество поклонников его таланта. Активно заявляет о себе развившиеся региональные школы гуниноведения. Продолжаются династии гуниноведов, открываются памятники. Так что в 2011 году в Белгороде перед форусом НИИБЛДУ по улице Студенческой был торжественно открыт памятник писателю работы Новгородского скруктора Шишкова. Рядом с памятником Ивану Гуглину на аллее Нобелевских рекордов Гунина находятся еще два недавно отправившихся Михаила Александровича Шоланова и Александра Александровича Студницкого. Отравда констатировать, что наряду с известными российскими и зарубежными центрами гуниноведения, свой весомый вклад в отечественное мировое гуниноведение внесла давно обретшая свой неповторимый голос Белгородская школа гуниноведения, во главе которой ее создательница и основоподолжница, почетный профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета, член-корреспондент Международной академии педагогического образования Галина Михайловна Благасова. Мне очень дорого имя этого ученого. Галина Михайловна была деканом филологического факультета в том время, когда я на этой факультете учился. Давайте мы поприветствуем Галина Михайловна. Галина Михайловна и ее последователи, ученики, состоявшиеся исследователи, педагоги ведущих вузов Белгородщины. И среди них организатор, можно сказать, нынешней конференции, которая, конечно же, партикует под контронатом вектората института, это Марина Анатольевна Кулабухова, которая подходит в стадию, которая не работает в желании в жизни. Сегодняшняя конференция, организованная институтом искусства и культуры и поддержанная управлением культурной области. Объединившая бульноведом ученых-гуманистов, представителей научно-творческой элиты нашего региона, России и зарубежья – это знак глубочайшего преклонения перед памятью русского писателя Ивана Алексеевича. Искренне желаю нашему высокому форуму плодотворной и результативной работы. Всем участникам и гостям дерзновенных открытий и увлекательных дискуссий. Всем почитателям первого среди русских писателей Нобелевского лауреата доброго здоровья, личного профессионального благополучия, светлых и радостных встреч с книгами Ивана Алексеевича Ивана Алексеевича. Ивана Алексеевича. Ивана Алексеевича. Сегодняшняя конференция не состоялась бы без помощи, поддержки, опеки ректора Белгородского государственного института искусства и культуры Ирины Борисовны Игнатовой. Но, к сожалению, Ирина Борисовна в отъезде, поэтому слово для оглашения приветственного слова ректора Белгородского государственного института искусства и культуры, доктора педагогических наук, профессора, академика Петровской академии наук и искусств, почетного работника высшего профессионального образования, заслуженного работника высшей школы России Ирины Борисовны Игнатовой, предоставляется проректору по научной и инновационной деятельности нашего института, кандидату социологических наук доценту Ирины Александровне Гречанниковой. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники конференции, дорогие гости, любимые наши студенты, от лица и от вектора в лицах нашего педагогического коллектива я хочу передать приветствие участникам этой международной наукной конференции, посвященной великому русскому писателю Ивану Алексеевичу Гунину. Уже длительное время Россия находится на пути к лучшему, на пути к переменам, на пути к инновациям. И в это непростое время, как ни странно, научное сообщество все чаще обращается к духовному наследию выдающихся русских писателей. Один из величайших представителей этого наследия – носителем Иван Алексеевич Гунину. И именно ему принадлежат все замечательные строки, которые мы сегодня слышали, рекламировала Маина Анатольевна. Я думаю, что студенты узнали многие эти произведения. И согласитесь, что трудно более ярко, более глубоко отразить истинно русские черты характера так, как это сделало Иван Алексеевич. В нашем институте образовательный процесс не мыслит, без всестороннего освоения и изучения наследия русских писателей, без актуализации роли выдающихся предшественников в судьбе нашего отечества. А для жителей нашего региона, для жителей Благородчины организация подобной конференции – это один из ярких шагов к реализации и пронесильной политики нашего губернатора правительства Благородской области, которая направлена на активное построение и развитие территории добра и следовательного общества, возвращение к истокам, к созиданию и приумношению сокровища отечественной культуры. Обращение к литературному наследию Ивана Алексеевича Кунина и его изучения – это еще один способ сформировать в сознании молодежи, жителей и гостей региона устойчивую потребность в знании русской литературы как решающего условия воспитания личности и становления гражданина. Завоевавший всеверную славу русский классик, впервые из писателей, российских писателей, стал обладателем Нобелевской премии. Он выступает премьером служения языку и культуре как основу существования народа и государства. И сегодня в нем это образец самокритичности и взыскательности, честности и принципиальности. Я хочу передать приветствие всем вненаделям и филологам, культурологам и социологам, и взрывам культуратурам, которые сочли возможности приедем к нам. Это представители Яйца, Тамбова, Тула, Санкт-Петербурга, Москва, Рязани и, конечно, Белгорода. Представители научных центров Украины и Казахстана. И выразить вам слова огромной благодарности в вашах за изучение и сохранение наследия культуры и за то, что вы нашли возможность приедать к нам и таким образом тоже выразили определенное признание нашим вненаделям белгородцам. Желаю всем участникам нашей конференции больших научных открытий, вдохновений, продуктивной работы и от себя лично еще хочу добавить слова глубочайшей благодарности к моим подругам, которые здесь сегодня присутствуют. И Галина Михайловна, и Людмила Петровна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...